Добрый день, друзья! Добрый день! Я рада, что вы сегодня со мной. Я сегодня царство эфирных масел. И хотела бы вас позвать вместе с собой. Так что и вам сегодня все это покажу. Тема эфирные масла. Привет, привет, друзья! Подскажите, слышно? Видно меня? Крестики поставьте. Рада, что вы прям такие активные, все присоединяетесь. Подскажите, слышно? Потому что мы находимся в другом месте. Давайте сегодня посмотрите, где мы находимся. А вот это Андрей Ватутин. Я вам сейчас про него расскажу. Прям целый эфир буду рассказывать. Приветики, приветики! Друзья, сейчас переворачиваем и познакомлю вас. Все слышно, отлично, с Андреем Ватутином. Расскажи, пожалуйста. У тебя уже перевернули? Можешь рассказывать о Свету. Всем привет! Привет! Меня зовут Андрей Ватутин. И я стилист, дизайнер одежды. Очень много работаю, как, я думаю, и все вы, кто посоединяется к нашему эфиру, с волосами. И сегодня будет такой непростой эфир. Мы не будем стричь, мы не будем красить, но мы будем говорить на очень интересную тему, которую мы применяем в своей студии красоты. И это тема, которая помогает нам в работе, работать с нашими гостями. Это тема ароматерапии. Немножко мы поработаем с ароматами, мы сделаем процедуру на основе эфирных масел, сделаем лечение волос, кожи, головы, поговорим, как это можно внедрить в свою работу тоже. И как это, собственно говоря, пришло, как мы внедряем это, как мы помогаем людям не просто приобретать красоту в виде волос, макияжа, например, стрижек, цвета, но также и при помощи аромата оздоравливает, во-первых, свой организм, когда человек находится в гостях у нас в салоне, и, во-вторых, еще как-то можно поправить свои эмоции, то есть гнев. Да, вот это вообще очень интересная тема. Да, это очень интересно. То есть это как-то слушать ароматы и через ароматы лечить себя? Однозначно, да, потому что все, кто работает в салоне с людьми, все прекрасно знают, что каждый человек приходит на каком-то эмоциональном заряде. Да. А этот эмоциональный заряд может быть абсолютно разный. Он может быть позитивный, что бывает, к сожалению, в нашем большом мегаполисе очень редко. И чаще всего это бывает немножко негативный. Пока человек доехал до салона, там, в пробке стоял, транспортом ехал, то есть он пришел неподготовленный. И нам, стилистам, работать с таким человеком очень тяжело. Очень тяжело предлагать какой-то новый образ, новую стрижку, новый цвет, потому что человек находится на какой-то эмоции. Это во-первых, и вот при помощи 100% эфирных масел можно расслабить, снять это эмоциональное состояние. То есть это просто послушать ароматы? Да, да, да. Как интересно. И, например, да, также можно подготовить атмосферу в салоне. Даже здесь сейчас у нас работает аромодиффузор, в котором я добавил уже некоторые смеси, и он тоже создает некоторую мини-атмосферу в нашей зоне, в которой мы будем сейчас работать. Так все красиво. И тут, да, есть определенные масла, которые в то же время держат нас в тонусе, но и расслабляют немного. Да, друзья, я отвечаю в Директ, я отвечаю и здесь. Давайте мы сейчас начнем процедуру, и будем отвечать на ваши вопросы. Катюша, передаю телефон Екатерине. Всем привет. Всем привет, на тебя нет. Как это не видно? Очень даже хорошо видно. Мы сейчас тресядет за что-то. Пару минут на два. Много? Пару минут. Хорошо, друзья, расскажите, от каких вы городов. Нам очень интересно знать, я веждаю, что у нас Артем присоединялся. Так. Давайте, пишите свои города. Пока мы тут смотрим. Друзья, очень интересно. Да, и обратите внимание, пожалуйста, на рабочий стол. Реально, эстетически это очень красиво. Вот я как клиент. Да, только это моя... Это моя эстетически очень... Это вот Андрей все подготовил для того, чтобы нас сегодня встречать. Цветы, арома масла, вот какие-то вот красивые... Либо боба... Красивые бутылочки, 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 бутылочки. Даже расскажи, пожалуйста. Секретный еще сквояж есть. Вот, вот. Тут уже будем пользоваться. Бакана, ты что, не читаешь? Не читаю. Да, какая будет процедура? Перебивай. Так, значит, я расскажу. Это будет процедура, которая будет работать с скальпс кожи головы. И также мы поработаем немножко с восстановлением структуры волос. Вот. И для кожи головы я буду использовать продукты. Мы стараемся применять в своей работе максимально органические продукты. И еще мы их анализируем, смотрим составы, изучаем. Потому что мы работаем с эфирными маслами. И эфиры могут содействовать только с максимальным, с продуктами, которые содержат очень мало химии. Вот поэтому мы для себя ищем. Ты прям составы смотришь? Да. Мы прям смотрим составы, чтобы максимально было меньше химии. Хорошо разбираешься в составах? Да. Потому что если ты работаешь технологическим консультантом одного бренда, мне пришлось это поуглубиться тоже. И, собственно говоря, в лечении ароматерапии оттуда и началось. И мы будем делать именно процедуру на основе продукта, на основе чайного дерева. То есть T-Base. Собственно говоря, так процедуру я и назвал. T-Base. И это будет очень активная работа с кожей головы. Тебе привет передает Алекс Нагорский. Коему тоже большой бонжур и абажур. Вот, потому что это Бакан, у меня тут Самара. Ой, привет, Кён. Привет, привет, Кён. Кён, привет. Все пишут, друзья. Да, сегодня будет потрясающе. У меня в гостях, я в гостях. О, Андрея. Давайте смотреть будем, передаю Катюш. И буду читать на другом телефоне ваши сообщения. Сюда присаживаться, да? Сюда. Подожди, не в зеркало? В зеркало у меня. А, это в другом. Друзья, слышно вам Настю с Андреем, когда я вот на таком расстоянии нахожусь и снимаю? Привет из Сочи передает. Всем тоже большой бонжур. Бонжур и абажур. Бонжур и абажур. Мы сейчас начнем такой ритуал. Я знаю, что то, что я буду рассказывать, многим будет немножко непривычно. Кто-то будет слушать это впервые. И речь пойдет немножко, ну, такая отдалена от парикмахерского искусства. Но это то, что помогает мне в работе, думаю, поможет вам в работе. И начнем мы по приему нашего гостя с альфакторной терапией. Конечно, никто об этом не знал и слышал, но нормально, да, это все удивляет, пугает. Смога, да? Да, шаманство такое. Я скажу вкратце, что это. Альфакторная терапия – это не ароматерапия. Ароматерапия работает с кожей, работает с внутренним нашим организмом, оздоравливает нас в целом. Альфакторная терапия работает с нашими эмоциями, что для меня и важно при работе с каждым человеком, который приходит. То есть именно работа с эмоциями. Вот у нас сегодня очень счастливый человек. Он работает просто максимально, как только можно функционировать. Но это большая редкость. А у нас все грустные? Ну не то, что грустные, у каждого есть внутри что-то. Вот это при помощи запаха можно достать. И человек, понимая это состояние, может слушать и облегчать себе жизнь. Вот и все. Если, например, у человека нет уверенности, то это звучит, может быть, смешно, но запах действительно так работает. Потому что он напрямую связан, канал наш обонятельный, связан напрямую с мозгом, с лимбической системой. А лимбическая система отвечает за все эмоции. И я сейчас проведу небольшой сеанс альпактотерапии. Значит, я попрошу, я сейчас буду давать следующим образом. То есть мы будем слушать 100% эфирное масло. Это не парфюм, это не какое-то то, что мы брызгаемся. Это другое. Это чистые молекулы, которые были добыты из растений. Они не то, чтобы прям невкусные, но каждый по-разному реагирует. И я попрошу не угадывать растения, а я попрошу формулировать эмоцию. Французы называют это ля шеприс. А что это значит? Это значит эмоциональный интеллект. То есть прислушаться к своим эмоциям, и все мы должны понимать, что мы должны жить в гармонии с собой, принимать себя таким, какими мы есть, тогда все будет здорово. Наши эмоции должны на это влиять. Поэтому ля шеприс – это полная эйфория, как бы можно сказать. То есть прислушаться к своим эмоциям. Они могут быть негативные. То есть можно сказать так, мне запах вообще не нравится. Он не напоминает, куда там может быть негативный опыт с детства. Потом в будущем тот запах, который нам больше всего понравится, мы будем использовать в процедуре. Я буду добавлять их в продукты для кожи, головы и для волос. И также в виде духовки найдем это в конце. Ух ты. В общем, да, Шаман. Много всего. Сейчас мы узнаем, какие запахи Анастасии нравятся больше. Узнаем они еще больше. Сама себе первый раз так узнаем. Так, на палочках будем, да? Ну да, это более удобно, потому что флакон, он очень такой активный запах, и всегда бывает это комфортно человеку. Сама себе, может, тебя отсюда откуда-то, да, снимать? Ну это первый такой аромат, он очень простой. Обычно все на него реагируют очень, да. Можно закрыть глаза, потом пускаться к себе. Ну, лето, лужайка, все хорошо. Да? Надо говорить. Да, это эмоция уже пошла. А, это эмоция. Ну вот лужайка, лето, смех, веселье. Апельсины, да? Не угадывай. Апельсины, я не угадываю. У нее эмоции с апельсином. Эмоции апельсином. Да, то есть лужайка с апельсином. То есть, Настя, как сегодня у тебя настроение? Апельсин, да, вот так это работает? Так, мне нравится. Нравится, отлично. Ну, этот аромат многим нравится, это сладкий апельсин. Да. Действительно так, можно с ним дожить. Ой, классно. Что это такое? На самом деле при его аромате сразу еще мощнее стала улыбка, мощнее сразу эмоция радости и счастья стала. А, то есть ты меня еще читаешь, да? Да, то есть здесь на самом деле можно предположить, как еще влияет аромат и эмоция любитноярка. Так вот, это аромат, в первую очередь, отношение к себе. Так человек любит себя, отношение к себе. То есть, аромат дает понять, нужно ли как бы отдохнуть себе, не отдохнуть. Как правило, это радость. Поесть. Да, да. Апельсин вызывает чувство аппетита. Да, абсолютно верно. А я не помню. Давай еще подумаем. Новый год. Новый год. Да, совершенно верно, это действует, Новый год, апельсин. То есть, это, в принципе, аромат, который, если человек находится в глубоком депрессии, то он помогает задуматься о себе, полюбить себя, отдохнуть и порадоваться в жизни, потому что начинает вызывать детскую радость и эмоцию. То есть, теперь этот запах, если у меня нравится, ты должна его носить с собой, правильно я понимаю? Ты можешь, например, у тебя возникает нехорошее настроение, или утром это бывает. Да. Вот просыпаешься, хочешь с какой-то бодрости. Ты можешь использовать эти фирмы масла, вот в аромодиффузорах, либо просто даже открыть, и из бокона, из пробочки его на нюхать, хотя будет повышаться настроение, как бы ты этого не хотела. То есть, кофе не нужно. Пожди, нет, для таких тощих, как я, значит, этот аромат вызывает чувство, что это, аппетита, как бы я. Поэтому мне, например, можно его слушать, чтобы я много ел, 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 не ел, насыщался и поправлялся. Ух ты, как интересно. А грейпфрукт наоборот. Для тех, кто хочет постройнеть, нюхаем, слушаем грейпфрукт. Всё, поняла. Так, суши грейпфрукт, друзья. Интересный лайфхак. Да, слушайте. Я буду грейпфрут слушать. Так, давайте. Я сам уже. Давайте ещё разок продублируем тему эфира для тех, кто только присоединился к нам, о чём мы сегодня говорим и что мы сегодня делаем. Мы сегодня делаем ароматерапию. Да. Ароматерапию на кожу головы, на волосы. Всё это волшебно. Андрей рассказывает, как будто она рассмотреть. Любую. Волшебно. Андрей, это всё волшебно. Своё на глазами. А у него так. Спасибо, друзья. Разбивайте моё природное косоглазие. Будет очень интересно. Так что смотрите. Так, сейчас, значит, тоже будет очень необычный аромат. А есть ароматы, которые вызывают, как будто это вниз на укрытие? Есть. Есть ароматы, которые вызывают гнев. Но иногда это очень полезно для человека, потому что многие люди держат гнев внутри, и они не могут выразить его. И страдают. Да, и страдают. Поэтому есть масло, которое помогает выразить гнев. Вот это я. Или высказать, что-то недовольство. То есть, не знаешь, что-то грубо, а убить и так далее. А гнев, что-то как Халк станет, что-ли-то, потому что не Халк. Нет, просто помогает выразить гнев. А-а-а. Да, хотя бы так. О-о-о. Хотя бы так. Ой. Пока. Я тоже не знаю, с чем ассоциироваться. Бывает так, да? Сейчас придёт. Ассоциация. Ну, это с каким-то лекарством. Или обтиранием. Каким обтиранием? И чего? Затаились и ждут. Что же, что же? Сейчас будет. Что же будет? Что же будет? Не, ну, какие-то вот для тела какое-то средство. спа обтирают чем-то, намазывают. И такой холодок. Вот. Так. Я не знаю, правильно я объясню? Ну, это правильно, правильно, как есть. Это хорошо, как бы, ну, нравится, приятно. У нас сегодня ароматерапия, делаем процедуру для волос и для души. Говорим об ароматах и их влиянии на организм, на психическое состояние человека. Занюхну. Акатя? А я нюхала. Ой, а мне так нравится. Серьёзно? У меня вот такая деревенская баня, вот эта, венчатая, низкая, где потолок вот такой. Я была в такой много раз в детстве. Ты в какую-то неправильную баню ходила? Она там построена, люди сами строили. Или так, на холме забираешься. Я же бывал в таких банях. Потрясающе. Это какая-то мочалка. Дай сюда, всё. У меня очень тёплые ощущения с этим ароматом. У меня совершенно отторжение. Это отторжение, но это может быть. Такой не дарит тебе, да? Не, ни в коем случае. Если только возненавидишь меня. Тимур плохо монтируешь видео. Нюхни. Так, что дальше нюхаем? Нюхни. Интересно. Это лаванда. Да ладно. Да. Но это необычная лаванда. Это есть несколько видов лаванды. Эта лаванда настоящая. И у неё очень высокая частота. Потому что это масло было добыто из лаванды высокоборной. То есть там другой климат. Это влияет на растение. И тут очень... Она кардинально отличается от лаванды, которая растёт в Провансе, например, в полях. То есть здесь такой прям тонкий очень. Но он резкий запах. Он резкий. Он может быть резкий, потому что непривычно. Он как взаимодействие, когда не слушает, за им. Да. Ну, есть я и и. Она отвечает за им. То есть это такая женская энергия. Вот. И это отношение к матери. И она тоже помогает выйти, так скажем, из депрессии. Снимает некоторые такие раздражения. Все её вот используют, особенно на ночь. Мы её очень много применяем для салона. И мы её применяем. Если мы используем, например, в салоне для аромадиффузора, чтобы поднять настроение людям, то лаванду мы очень много используем за кожей головы. То есть мы добавляем это в шампуни и продаём клиенту, чтобы дом это работало. Мы используем это в процедурах. И сегодня это будем использовать. То есть это готово к шампуне? Да. Открываем масло. Простите, друзья, звонки. Эфирное. По работе. Эфирное масло. Делаем микс с определённой пропорцией, потому что она важна. И без этого она никуда. И одно из средств, которые очень здорово работают. Сматривайте. Мы тебя не трогаем. Сиди спокойно. Мне кажется, у меня уже голубок. Ты всё хорошо. Я уже переживала. Всё хорошо. Вот. Поэтому лаванка, она очень эффективна именно для нас, для мастеров, в работе. Очень. Ну и плюс у нас снимает очень сильные эмоции. Агроксист. Да, у моего телефона снимает прямой эфир. Ну как? Здорово. Чего дальше? Так, тебе не понравилось. Немного сейчас? Да, нормально. Потому что, ну, обычно мы делаем 3-4. Сейчас 2 сделаем. Ну давай 2 хватит, да. Можем ещё. Давай первое, а оно всё-таки больше. Давай ещё, нам интересно, какие ещё есть эмоции. Нет, подожди, мы не успеем тогда. У нас очень много всего. Ты права. Остальное оставим за кадром. Окей. Тогда теперь переходим к процедуре. Ты скажи, пожалуйста, это можно у тебя наоборот обучиться? Да. То есть могут все наши парикмахеры. Мы готовим такой у нас есть блог, который конкретно адаптирован уже, потому что, ну, мы здесь изучали очень глубоко эти тему. Изучали вот в французской школе о роботе. И это всё. И мы готовим это сейчас именно адаптируем для этой сферы. Чтобы нужно было подготовить атмосферу в салоне красоты, применять для клиентов. Также добавлять продукты. То есть работать как-то самим собой, во-первых, как мастеру, и во-вторых, с человеком, который к нам приходит в тот госсалон. Но это больше для мастеров или это… Для всех. А мастер может применять для себя, для себя, после рабочей смены, во время работы. И могут применять как бы это для клиентов в первую очередь для госсалона. Здорово. Ну что, друзья, мы начинаем. А что начнем? На первое. Первое масло, это да. Да. Значит, я теперь хочу поинтересоваться у тебя по поводу твоей кожи головы и волос. А, ну смотри, во-первых, кожа головы жирноватая. Ну, наверное, у всех, да, после зимы не особо, вот кожа головы жирноватая. То есть, в принципе, за счет того, что каждый день делаю укладки, на второй день она вот здесь жирно, здесь сухо. Это из-за света. И, наверное, как у всех, слегка выпадает фокус. Это осенний весенний период, да? Такое бывает, разные причины, но бывает, да. Ну вот, впрочем, все. Отлично. Отлично. Все, клоха, отлично. Есть с чем работать. Есть с чем работать. Спасибо, я пришла так, вот этот гость и контроль, он говорит, отлично, куча проблем, будем решать все. Ну да, а так что, интересно было бы. Значит, кожа головы, это у нас все идет оттуда, это как почва. Нужно ее попитать и нужно с ней работать. Смотри. Жирная кожа головы, это понятно. Мы живем в городе, в мегаполисе, климат, все накапливается, плюс укладочные средства, которые ты применяешь, все имеет место быть. Поэтому. Плохо вас видно очень, говорю. Можно я так сделаю? Можно. Пеленой, как будто сделан белая пленка, эфир замутнен. Мы потом включим, придумаем, как. Давай, это за светом, да, может быть. За светом. А что у тебя? Ну, не переставим сюда, естественно. Это же не айфон? Так. Ну ничего. Зато вас будет хорошо видно. Мне страшно не расстраивается. Друзья, как вам Цюма? Расскажите, пожалуйста, нам хочется от вас обратную связь, потому что Андрей какой-то невероятно волшебный. Я такого не слышала, не видела, не знаю. Хочется получить от вас обратную связь. Да, друзья, как вам эта тема, которую мы подняли в сегодняшнем эфире? Да, написал Vision Hair, что сейчас лучше видно, поэтому думаю, что так будет оптимальнее. Очень много света у нас сзади, и спереди. Все? Отлично. Так вот, мы остановились о том, что, да, в коже голову бывают такие особенности климата, укладочных средств и так далее. С этим можно поработать. И мы начнем с детокса. То есть, мы сделаем первое это детокс на коже головы. Это очень просто. На самом деле, ты можешь делать каждый человек дома даже. Да, может, там уж и продукт настолько усовершенствованы, несмотря на то, что мы работаем с эфирами. Я не за то, чтобы дома мешать желток, яичный, как-то. Я не за голову это все. И делать, потому что, в принципе, мы живем в современный век, и продукты действительно качественно существуют. Их просто нужно грамотно применять и находить им. Это, по-моему, в детстве мама, знаешь, чеснок с луком, что-то в голову, хлеб вымычить надо. Уксусом у меня вымыли волосы бабушки. И воняет, и щи, и ты непонятно что. Сейчас не надо этого, да? Это то же самое, что раньше, когда-то там давно-давно, когда все красит бытовыми красками, после этого разводили уксус и обливали себе волосы, то есть, да, чтобы нейтрализовать действие щелочи. Это нормально, просто сейчас. Есть такие шампуни, кондиционеры, маски, и мы завершаем процесс окрашивания этими продуктами. Мы же не разводим там вот это вот. Все. Так же и тут. Поэтому детоксы они есть, они вот спрей, пожалуйста, мы будем наносить на кожу головы. Но нельзя это делать чаще, чем один раз в месяц. Это достаточно. Друзья, спасибо вам большое, что за обратную связь по поводу качества видео. Написали, что потрясающая тема, Андрей Мак и волшебник. А Анастасия Фея. Ну, отлично. Кефиром волосы дома восстанавливают клиенты. Дарья рассказала. Ну, и Незом еще мало. Это до сих пор кефиром восстанавливают? Да, говорит, только приходит, и кефиром, наверное, пахнет на весь салон. Боже. Я накину, да? Да. Куда? Просто руки не надо, просто накину. А вот так вот немножко. Понимаете? Вот теперь я точно фея. Да. Ой. Фея и фея. Сегодня волшебный эфир, действительно. У нас тут аромамасла, ароматы. И мы вас познакомим с чем-то, возможно, новым. Пожалуйста, обратно. Значит, честно, пока спрей, это Детокс. Вот он тоже сочетает дерево, здесь тоже состав, но он достает загрязнение из поверхности кожи головы даже чуть-чуть. То есть их потом вычесывать как-то? Нет, мы потом просто будем мыть голову и дальше работать. Просто мы по-моему голову шампунем, ничего там. Поняла. Это просто спрей. Сейчас я поверну на ваш хвост. Не щепит, не ходит. Вообще ничего не будет, как бы не щипать, не как бы свежевым и вымытое, да? Да. Ну ничего страшного. У него какое-то ощущение, не будет в плане холода какого-то сейчас. Сейчас не будет. Потом, когда мы будем делать уже массаж с маслом, да? А почему Андрей, ты сказала, свежевымытая, ну ладно, что есть надо с грязной головой приходить на эту процедуру? Здесь на самом деле не имеет значение, потому что это Детокс и даже если у человека будет не вымытая кожа головы и волосы, там 1-2 дня, это не страшно. Тебы из какой страны производства? Что-что? Вот этот Марка Тиабейс, правильно я говорю? Это да. Какой страны производства? Это не Марк Тиабейс, это просто Алиния. А, Алиния, Италия. Понятно, что я говорю, что очень много, да? Да, это правда. А так интересно, как разговаривали у нас с Барберами, с Германией. Но это Барберинг у них чуть-чуть по-другому, мы же понимаем, да? У Барберов тоже можно эту тему применять. Это Детокс, я применяю даже для бороды. Да. Ты представляешь, там рассказывали о том, что Барберы, и к ним очень часто приходят люди с грязной головой. И бедным Барберам приходится работать в перчатках. Почему нельзя вымыть? Потому что времени на это нет. А, ну это надо просто корректировать время. Нет, у них да, это ровно на каждого клиента по 30 минут. Это с уборкой рабочего места, и с подготовкой рабочего места. Тогда это должно быть, да, какой-то предпринимательный администратор? Это у них везде так в Америке. А, это у них в Флорида. И в Германии так же. Вон, значит, у нас есть там буквально 1-3 минуты, и пока, значит, 1-3 минуты у нас проходит, пока что. Отвариваться вес не будет. Нет, это с ками. Я бы прошу рассказать о волосах, о структуре, о плотне волос. А волосы тонкие. Надо трогать их, да? Нет, это я потрогал, чтобы понять структуру. Волосы очень тонкие, постоянно делаю укладки, постоянно сушу феном, постоянно плоти какие-то, ну, они нуждаются в жизни. Хочется, чтобы они были живые, яркие, здоровые. Ну, сейчас же моды на все живое, да, вот хочется вот прям... Я вижу, они еще окрашены, то есть не подергаясь небольшому посветлению. Буквально недавно. И наверняка они еще имеют какую-то волнистую структуру от природы, да? Опыт все-таки. Потрогнулся, решил, да, все уже? Да, сейчас я соединюсь. Коннект. Вот. Правильно, когда так мы работаем с кожей, это основа снов, потому что на самом деле здоровая кожа, здоровые волосы. Это понятно. Но мы поработаем с тем, что у нас есть. Я еще тоже поработаю с структурой, то есть тут я уже буду носить другие немножко продукты. Это, в принципе, стандартные вещи. Там это будет на минералах, основанные спреи, маски на протеинах, и нектары против текущихся концов. То есть то, что работает со структурой. Все так красиво, да, так волшебно. Там нектары. Нектары. Ну, мы же сегодня в страну фей попали. И волшебников. Пишут, как можно работать с грязными волосами. Ужас. Вот, посмотрите мои эфиры, вы все услышите. В Америке вот такие грязные волосы. И какие-то ощущения? Ну, только мокрое, то, что и все. Да, сейчас ощущений не будет никаких, но он работает. Я даже не пригласил. Но вдруг реакция может быть какая-то у всех разная, но, как правило, он не поклонится. Нет, все хорошо, все комфортно. Отлично. Да, сережки надо с ним? Нет, все нормально. Мне ничего не мешает абсолютно. Вот, следующий этап я расскажу пока еще несколько минут. Мы будем использовать грязь для кожи головы. Сейчас почистим, сейчас будем пачкать. Да. Все в равновесии. Грязевая история. Здесь находится грязь, которая у нас проблемы с кожей головы, я так понял, и есть жирно. И нужно укрепить рост волос. Поэтому у нас будет грязь, которая будет как раз таки работать противопадения и укрепления. Вот. И в эту грязь я добавлю еще масло, вот, которое тоже противопадения и укрепления, то есть мусильный эффект. И еще добавлю эфирное масло. Все три? Да. Но это немножко другой, разный состав, это чистый эфир, он будет усиливать работу этого всего. Вот. Хотя тут тоже вполне себе достаточно. Иногда мы применяем только грязь, иногда мы применяем только масло, в зависимости от проблемы, которая возникает. Но тут мы будем использовать и то, и другое. Иногда мы на масло делаем просто массаж, например. Но так как я хочу, чтобы очень глубоко поработал продукт, поэтому добавлю его в грязь и буду мазать на коже головой. Так интересно. Да, правда. Мы сейчас смоем, можно ли? Да, конечно. Мы смоем. А Катя пока покажет вот эту красоту. Да, я вам покажу, где мы находимся, что здесь вообще есть. Как раз таки интересовались маркой. Вот этим продуктом мы работаем сегодня. Теобейс. Так. Rebalancing Hair Care. Уровень английского. Кондиционер. Диффузор, о котором мы говорили, для того, чтобы создать атмосферу. Непосредственно эфирные масла. Кому интересно. Свечи. Прекрасная пиалка. Все сочетается по цветам. Это какая-то эйфория гармонии. Тимур. Ты чего не снимаешь? Халтурит, посмотрите. Продуктов здесь очень много, друзья. Очень много. Нам уже, когда мы приехали в этот салон, провели экскурсию. Небольшую по брендам, которые здесь находятся. В том числе и Кёны. И Рецепшн. Привет. Мы в прямом эфире. Смотрит весь мир. Пойду вернусь к ребятам, пока они меня не потеряли. И пока я не заблудилась. Мне интересно, а можем подглянуть? Друзья, задавайте свои вопросы. Сейчас Андрей вернется. Я смогу ему их задать. И он непосредственно на них вам ответит. Сделали это для удобства, для того, чтобы Анастасия тоже смогла видеть вашу реакцию, ваши вопросы и как можно быстрее на них реагировать. Посмотрите, вы звезды. Вы можете писать и видеть сами себя. Расскажу вам, что мы будем сегодня делать. Сегодня мы приехали в гости к Андрею Ватутину. Он стилист. Еще он модельер. А сегодня у нас тема эфирные масла, то, как они влияют на организм, на психическое состояние человека, на то, как это применять в своей профессиональной деятельности, на то, как работать с эфирными маслами, куда их добавлять для того, чтобы достичь максимального эффекта. То есть, если мы сейчас только что сказали о том, что мы сейчас будем не вносить грязь, добавим туда масло, линейки, на которые сегодня будет проходить вся процедура, и к ней добавляются эфирные масла для усиления действия вот этих вот двух продуктов. Так, я вернулась. Отлично. И готовы, как дальше все показывать. Всем, друзья, привет, кто к нам присоединился. Я рада вас видеть, слышать. Сейчас будем пачкать. Сейчас будем пачкать. Грязь. Мы только что сделали детокс, почистили кожу головы, сейчас будем пачкать грязь. Она пахнет? Ну, есть аромат, здесь все с чайным деревом, поэтому аромат будет. Ну, просто у меня уже не с аромат. Он такой легкий совсем. Ну, все у нас с мятой, да, с какой-то? Там, да. Прямо такой холодок даже. Холодец? Конечно. Ну, а не мятный холодец. Ой, хочешь, посмотри. Да, хорошо. Ух ты, это интересно. И, значит, сейчас будет эфир. Что мы возьмем? Расскажу, да? Возьмем масло Бэй. Не спрашивайте, что это? Да. Масло Бэй, значит, это на самом деле одно из таких приправов. Отец переживает сразу. На свежее окрашивание Настя не повлияет? Нет. Потому что, нет. С кожей головы будем работать, ничего там не произойдет. А на длину мы будем работать уже не этими маслами. Окраска на за счет масел не слезет? Нет. Потому что на окрашивание было только в понедельник? Нет. Сейчас мы видим, нет. Сейчас мы работаем очень много с кожей головы, поэтому на кожей головы никак не повлияет это. С длиной мы не будем работать так много с маслами. Вот. И очень часто спрашиваю, сейчас добавлю. Сколько капель? Ну, только у каждой разли и процедуры разные. Это масло Бэй, оно похоже на перец, поэтому оно очень разогревает, это перец такой. Оно разогревает и будет хорошо стимулировать кровообращение и рост. Лаванда, она, ну, только уход тоже очень хорошо будет. А мне очень интересен масло. Масло, волосы не утяжеляют? Супер вопрос. Смотри, мне тут нужно понять, какое масло ты используешь. Значит, если ты используешь эфирное масло, и оно 100% эфирное, в чем даже быть уверенным, то это масло не жирное. Ты знаете, как тут говорится? Эфирное масло – это не эфир в воде и не масло, то есть как морская свинка. Это не свинка, не морская. Ух ты, ничего слышу. Да, ну как бы. Вот, если мы используем эфир, то они, как на бумагу, мы налетучились, а бумага сухая. Поэтому на волосы они никак не жирнят. Так же, как и кожа. Если мы используем базовые масла, базовые масла, это часто даже используют люди, для волос кокос, миндаль, жужуба масло – это все жирное, это все будет жирнить. За исключением только тех масел, которые профессиональные бренды адаптировали уже на волос, облегчили их. Например, там очень часто можно увидеть там макадамии масло, органы, любимые всеми масло. Тоже сколько летела. Ну, неважно. Они все адаптированы, часто стучаются. Да, они адаптированы, все уже. Ой, полетел. А скажи, пожалуйста, как часто можно применять эту процедуру? Значит, если мы говорим о детоксит раз в месяц, если мы говорим о грязи, то это можно каждую неделю. То есть клиентам можно предлагать каждую неделю. Но она будет разная, да? Каждый раз она будет разная. Да, иногда это будет, например, все это в грязи, иногда это будет использование именно просто масла. Но сейчас должно щипать. Не щипать. Сейчас можно будет почувствовать. А разогреваться. Такой разогрев, да, за счет того, что там есть бэй. И можно почувствовать… Нет, на самом деле пока еще ничего нет. Да, можно почувствовать еще холод, потому что там есть все-таки ментол, и ментол тоже работает таким образом, как бы охлаждает, но через разогрев потом будет горячевато. Ну просто пока обычная… То есть в принципе я вот наношу там, это как такой эффект, а-ля, как будто мы украсим тросшие корни, я наношу сейчас буквально сантиметры где-то на коже головы, и никак это на окрашивание-то влиять не может вообще. Но, конечно, эту процедуру не надо делать в день окрашивания, только надо, чтобы прошла хотя бы неделя. В целом. Ольга написала «флюиды». А что «флюиды»? Флюиды? Это для волос, наверное, имеют в виду продукты, которые работают тоже для блеска, для протекущихся концов. Они тоже содержат иногда масла. Ага. Ну как ощущения? Ощущения? Ну вот просто холодненьким чем-то мажет корни. Никаких. Ну ты нам скажешь, когда начнется у тебя взаимодействие, да, реакция. Мы по реакции увидим, как я начну бегать, кричать и бегать, тогда это и почек краснее. Хорошо, будем ждать. О, конечно. Вам-то весело. Нет, друзья, все очень пока приятно, комфортно, приятный запах, прям очень хорошо. Вот это масло апельсина, которое понравилось? Да. Да, например, в таких процедурах можно, если мы используем какие-то, можно капнуть рядом, где-то на пеневар, например, то есть оно потом испаряется. Можно капать на одноразовые воротнички, и тоже это будет рядом с человеком, чтобы отдыхать. Мы, например, используем это в работе, в зимний период, если к нам приходит кто-то там с инфекцией или пареет, то мы прям берем, капаем определенную смесь эфирных масел и одеваем такой вот, как врачи одевают, да, вот эту маску на лицо. И человек сидит у нас, во-первых, он никого не заражает, во-вторых, сейчас сам лечится. Для блондинок тот же состав? Да. Да, друзья, тоже. Дело в том, что мы сейчас работаем не со структурой волос, а с кожей головы. И тут нужно понимать именно, какая особенность есть на коже головы. Может быть, там клеток, может быть, сухая кожа головы, видно, буржевная. Поэтому тут нужно понимать, что с кожей. Оля спрашивает, а куда я попала? Оля, мы сегодня находимся в гостях у Андрея Ватутина. Шаманем, да, сегодня мы превратились в феи волшебников. Аромамасел, да. В эфирное царство. Сегодня эфирное царство. Тема эфира. И шаман у нас Андрей Ватутин. Интересно, мне очень нравится. Так прямо в рамиле можно так и называть. Да, это эфирное царство. Но это правда похоже на какое-то шаманство. Посмотрите, что находится. Пиалки. Грязь. Ну ты прям расставал, как-то грязь целый. Знаете, как я говорю иногда. Вот, сходили за и папу так попадаете в цвет. Грязь очень легко. Опыт и молитвы. А-а-а. Что за грязь, спрашивают? Грязь, упаковка, не отсутствует. Она есть? Это грязь, основанная на чайном дерево, в котором мы еще добавили разные дополнительные эфирные масла. Делайте скриншот, если хотите потом найти эту продукцию. Я думаю, что лучше спицаться с Андреевым. Конечно. В приложении мы парикмахеры. И уже все более подробно уточнить, а еще получить обучение. Я думаю, что просто так, наверное, все-таки Андреевым и нам, если я права, просто так, ну... Но если работать конкретно с эфирными масками в работе, то это, конечно, просто так нельзя, потому что... Все-таки надо пройти обучение. Во-первых, нужно врачительное масло использовать, потому что мы работаем серьезно с человеком, и когда мы работаем с кожей головы, вот на самом деле сейчас занята, она работает еще с эфирным макияжем, то есть она добавляет эфирное масло прямо при работе с макияжем на лицо. Ничего себе! Да, это очень... Это потрясающе. Во-первых, влияет на кожу, во-вторых, как-то, ну, вот здесь еще не только с эфирным макияжем, но в целом, то есть изначально важно для здоровья кожи. Друзья, как слышно вам? Мы находимся в салоне, тут еще ребята работают, фен шумит. Как вам слышно? Не слышно, так сказать. Нет, нет, слышно все. Это... Спрашивают детокс. Да, детокс был. Первое, что делали, наносили детокс. Потом с ним мыли голову, и теперь наносим грязь с эфирными маслами составами. Друзья, посмотрите, пожалуйста, сердечки. Так приятно, просто сижу со вторым телефоном. Вот тебе сердечки. Вы меня уже видели всякую. А потом, как вы говорите, пользу, да? Вот я сейчас добавил определенные эфирные масла в эту глину, грязь, вношу ее на ту же голову. И сам стою и дышу. У меня профилактика, например, пытательных путей. Ну, Андрей, ты прекрасно выглядишь. Наверное, эфирные масла постарались. Спасибо. Ну что? Сердечка, спасибо огромное. Как ощущения? Как ощущения? Расскажи, пожалуйста. Ой, 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 мне кажется, у меня куда-то поносит. К Андрею. Да, ты перекручилась. Мужчина, смотри. Да, вот это ты. Да. Это ты что-то со мной делаешь? Поехала. Масло. Да вообще, не много мастеров предлагают своим клиентам, да, вот все-таки массаж, Андрей, хотел бы узнать. Ну, мы включаем это изначально в процедуру. Процедуру, в кодекс процедуру. Да, 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 да. И я рекомендую подключать, потому что это тоже немножко располагает человека к себе и расслабляет в том числе. Вот теперь чувствую ментом. Пошел процесс. Точно, кровообращение. То есть я подвигла, можно дома даже самой иногда брать, и так вот двигать скальп, или там пощипывать, чтобы он отходил от челепа, и там улучшался кровообращение. Ничего себе. Что иногда у нас пресыхает. Да, да, да. Да, ладно. И да, нужно отходить. Тимур, ты двигаешься? У Насти присохший, или? Нет, мне двигается очень хорошо. Двигается хорошо. Она у нас, это, спокойный пассажир. Спокойный пассажир. Меня просто часто двигают скальпы. Да. Настя, вчера был супер эфир «Квартирник», спасибо. Друзья, я теперь буду каждый четверг или пятница делать такие «Квартирник», я вас собираю специалистов, собирает специалистов, и вы будете с ним общаться, у вас будет возможность разумеется не с одним, а с группой специалистов общаться. Но я думаю, что это круто. Это очень круто. Притом, что это не в столе. Я хочу именно за столом с пирогами. Да. Классно? А с чем был пирог у вас все? Меня так вопрос волновал. Подожди. Не вчера, Дарья. А пирог был с удовольствием. С удовольствием. Все переживали, почему мы не едим вчера вперед. Ну, конечно, а зачем тогда? Ой, ну классно. Ой, холодно. И в то же время как-то вот так вот. что значит друзья давайте поможем насти подобрать правильные до слова что такое а когда я была маленькой мне мама давала играть со скальпелем потому что она у меня акушер она мне приносила домой всякие приборы щипцы здоровые такие я играла но врачом я не стала как видите не до врача очень далеко обжигает холодом супер класс класс спасибо огромное покалывает она на холоде она прям полагали не пока не покалывает обжигает флона супер донес на длину параллельно будем работа траве кожи и полотном голоса потому что ухаживает это такие вот это первое и минеральная база такая которая будет просто их устанавливать тонизирует действительно супер вообще такие красноречивые спасибо вам большое вы знаете что я вам расскажу друзья это просто на грани фантастики вчера встретилась с подругой и что-то заговорили о мультиках детский она мне говорит ты смотрела мультик у меня есть холодильник я говорю ну как не такой не смотрел у меня есть холодильника гида да да у меня есть но у меня есть холодильник смотрела нет забей в интернете я забиваю мне какую-то чушь выдает ерунду потом и она говорит покажи что-то там вбила я показана говорит катя князь владимир а мне послушался менять холодильник в реке я не знаю как это получилось все я поломалась уже мне нужно помойку себе выбрасывать у меня есть холодильник меня до сих пор на голове сидит что-то еще наносит она просто посыпает сама глина поэтому немножко и всегда увлажняет маслом да чуть-чуть увлажнить можно водой делать но полезнее масло однозначно супер это конечно бит сейчас не знаю насколько он красивый это что не вкусно рабочий процесс то полезно то что некрасиво то тоже полезно вот так кто вперед то назад по всякому смотри какой ты ты можешь наблюдать что у тебя сверху происходит пишите друзья какие еще у вас есть вопросы к андрею к насте по поводу данной процедуры как сказал андрей эфирные масла можно внедрять в свою работу свою профессиональную деятельность что несомненно улучшит качество никто-то не засыпает кто-нибудь не засыпает обращает это какое-то кресло более удобно что тебе кресло неудобно нормально красиво у нас 200 раз ломано и то задышал ничего себе эффекты пошли уже а время выдержки спрашивает 3-5 минут по инструкции ну где же надо чуть дольше а для чего дольше что правильно получше стимуляция идет лучше она как по разу как начинает подсыхать и сразу смывание в принципе по инструкции это достаточно тоже и поэтому я не могу сказать что процедура какая-то сложная замороченная либо там требует много времени абсолютно нет первый спрей там три минуты второй это очень удобно это будет такие вещи и мне нравится то что они сделаны действительно максимально на натуральной основе а название процедуры как называются они я называю лицебейс по линейке вот чайное дерево пишет по-моему мастер окраски настя прибьет не прибьет друзья не влияет на окрашивание эта процедура эта процедура воздействует на кожу головы а то что ранее по длине тут про минеральный это стандартная спрей там с минералами для восстановления структуры он тоже ничего не сможет мы это делаем эту процедуру делаем даже день блондинкам после тронирования и приступ пигмент сохраняется поэтому для волос я имею ввиду которые поэтому абсолютно нормально мы даже не используем сюда делаем начелки для того чтобы волосы расписать восстановить тоже нужно волосы ночным спрей и не работаем поэтому свет не как мы сейчас пойдем смоем 1 2 минуты друзья до дышать ваши города и я могу сказать я как это звучит кстати а по поводу форстов не как который вам всем понравится друзья напишите мне в директ вопросы вот у меня будет в четверг или пятницу собираться аудитория на стилистов опять а в гостях у меня будет и я буду отзвучивать ваши вопросы и буду говорить и обязательно скажите кто из этих же городов я могла озвучить там ойгадей капитален бурка задала такой вопрос круто круто друзья только не сюда в директ пишите свое имя вопрос город и мы будем озвучивать для стилистов которые придут к насти в гости вопросы ваши не те которые придумала настя составила как прошлый раз а ваши поэтому мы постараемся сделать эту передачу максимально полезный интересный для вас салихард ямал потрясающе вы даже не представлять себе как мне хочется попасть в гости к вам во все города которые вы пишете вот краснодар это вообще моя отдельная любовь у меня там крестница живет правда не совсем краснодар а город лобинск далековато от краснодара но обычно прилетаем краснодар обожаю вас вам всем привет друзья пишите свои вопросы я их обязательно задам когда вернется андрей с насти ханты мансийск потрясающим придумайте вопросы напишите директ мы составим из них список и будем озвучивать его на квартирнике кстати расскажите пожалуйста я к сожалению не смогла присутствовать во время записи этого эфира у насти дома и я не помню чтобы он как-то назывался вы придумывали название для него или это как-то просто осталось квартирный квартирник дагестан сочи привет скажите думали ли вы над названием пришли ли какому-либо выводу или нет если нет то мы сейчас вместе подумаем потому что такую передачу эту рубрику мы хотим делать постоянный ну конечно совершенствовать ее постоянно о то здесь усовершенствовать ее делать лучше для вас опять филонит что такое то есть ничего не снимает и тимур ну что такое вот наработался не кто-то деньги на карту перебил потрясающе очень люблю такое сейчас буквально еще минутку настя смоют то что нанесли для тех кто только недавно присоединился мы делаем сегодня процедуру используя линейку teabase чайное дерево использовали грязь с маслом teabase из аромамаслами если вам даже скажу бэй масло бэй это такое как перец он покалывает согревает и это у нас что это такое лаванда скажи то что знаю а это я не будем помню уже что такое розмарин что ли в общем итоге получилось так что все три продукта которые были нанесены даже не три то есть три масла это масло и чайное дерево вот такая грязь вместе дали эффект максимального проникновения если можно так сказать действительно глубокое восстановление кожи головы сделали детокс поработали у тебя каждый раз новый вид посмотрите-ка новое полотенце ты очень хорошо выглядишь до сочи кондиносись краснодар смотри пишет сочи дагестан хантамансис краснодар хитилин хард армавир казань москва так круто тебе приятно не очень а ты обучался в дагестане да или просто был обучение так нам вот у номер два и нужно номер три ну до третьего 3 сейчас значит будет кондиционер для кожи головы тоже необычный кондиционер для кожи головы да он применяется только для кожи головы это увлажнение устранение сушений верхоти это как крем так называемым крем для кожи головы тоже с тем деревом все то же самое его очень люблю потому что он на самом деле которые тоже наношу даже на бороду даже можно ли я делюсь до тела есть такой лайфхак в таком тюбике добавить как куфирное масло значит это я делаю так с таким у кого такие флаконы вот например если а вопрос очень важно каким шампунем все это смывать я делал это тоже серии тебе но я делал нейтральность ph 5 5 который восстанавливать регулирует ваш на баланс вот можно использовать по типу волос тоже в этой серии есть другой другой понятно есть но вот и кондиционер значит его на добавить масло я так делаю зубную пасту и зубы честь супер а зачем вот именно в пасту мне очень интересно ему можно добавить лимоном отбеливать обладать масло но можно капать как бы вот это выглядит делать такой глубине капнуть но я делал другие спорта уберу шприц данное выбираю афирное масло я сегодня же этим займусь сели масло просто обычный доктор и захочешь в аптеку покупать качественный продукт потому что в аптеке всегда качественно она понять ну есть критерии определенные есть надо что на масле было указать об инвеселя а подожди как должно что должно быть очень интересный так сейчас примерно яркий ну вот например эвкалипт вот написано эвкалипт радиа то это называется эвкалипт лучистый эвкалиптов есть очень много видов до 70 и когда производители пишут просто эвкалипт какое непонятно если колик то глобус который шаровидный есть ментоловый эвкалипт разный они ведь все разные действия абсолютно все и вот лаванда да у нас я говорит о том что лаванда есть написано это брейд то есть лаванда настоящая вот мне 2 лаванда лаванда это абсолютно где разные лаванды вот поэтому когда мы приобретаем масло мы должны быть уверены в производительстве на настоящее и что выдержана дистилляция этого продукта как дистилляцию какие здесь не указаны не указаны а только можно понять по схематику то есть по тому как разный тематипах тематика ты из радиатора молекулярную вот этого метаграмма в принципе невозможно ну как видала поэтому должно быть указано номер партии вот везде которая действует масло и угодности должны быть татистское название масло которое мы видим полностью ну я вот выделил себе один бренд я на нем уверен еще раз это станку в любительский бренд и применяется всем врачебных заведениях отлично супер спасибо большое за информацию закачал уже закачал туда чайное дерево пальмарозу лаванду настоящую и ромашку и это что какие действия лаванда успокаивает если приобрести какой-то цвет почесал да есть повреждения заживляет очень мощно включил и тоже в работе например да там мы взяли порезались обожгли я беру эфирное масло капаю щипцов все заживает быстро ромашка римская очень хорошо успокаивает убирать все раздражения которые есть после окрашивания например если это было осветление и так далее мы даже тоже добавляем в краску продукт дальше пальмароза но имеет свойство она усиливать действие всех этих масел иногда и все добавляю розмарин это универсально да а чай на дерево она хорошо дозараживаться мы вот нанесем на кожу головы параллельно пока он будет работать кожи головы я дальше буду на второй продукт на волосе осталось две минуты эфира будем переходить на новые да друзья если даже он не сохранится я предохранился максимально я все это время делала запись экрана друзья мы не потеряем этот эфир можете быть спокойными поэтому инстаграм шалит у всех он не сохраняет наши эфиры тоже может быть пока охлаждение у меня до сих пор охлаждение идет до сих пор интересно сколько это продлится навсегда обжигание холода мне прям так понравилось ну что давайте я тогда отключаю эфир буквально через сколько мы голову помоем 2-3-5 минут давайте через 5 минут опять присоединяйтесь и мы продолжим процедуры вы все увидите потому что нас ждет очень много всего интересного и с волосами и с лицом да а пока вас есть время подумать над вопросами для следующего квартирника правильно нет нет ничего для андрея пока мы в эфире пока мы в гостях точно для андрея а дальше уже мы найдем задание какой дать все друзья